Вечна Ярославна, наша вера, православна. Многие люди совершают его, но не так, как нужно. Господь это видит, поэтому через святого отрока Вечеслава нам было дано узнать некоторые вещи об этом. Ну, во-первых, я хотела сказать о помощи во время войны тем людям, которые исполняют это правило, спасая загубленные души деточек. Особый покров будет у этих людей. Сам Господь наш Иисус Христос, Его Пресвятая Мама, Богородица, Заступница наша Великая, будет молиться Создателю о этих людях. Эти люди, исполняя правила, спасают не только души убиенных деток, но и души своих родных и близких, свой род и великую нашу державу, нашу Родину, Россию. Их молитвы являют огромную силу во спасении Руси. Хотелось рассказать мне то, что Ирк Вечеслав сказал нам дочке моей о десяти младенцах, которых мы можем вымолить одним правилом, исполняя правила ночью. Когда я начинала делать это правило, мы очень много молились за одного и днем, исполняя это правило. Но как-то мне спросили, сколько можно вымолить ночью на праздники и тому подобное. Разные люди говорят о этом правиле. И мы задали вопрос такой отраку Вячеславу. Через некоторое время отрак Вячеслав дал нам ответ, что читая ночью правила, мы можем вымолить десять младенцев, совершая правила за одного ребенка. Мы начинали молиться, допустим, за Андрея и вымоливали десять Андреев. Но каждый раз ночью после правила, когда я исполнила правила, назвала ребенка, я прошу, закончила и прошу, Господи, Иисусе Христе, Мама Богородица, все я делаю не так. Не так кланяюсь, мысли мои уходят. Не так произношу слова молитвы, но по милости Вашей заберите из ада сегодня десять младенцев, допустим, по имени Андрей. Аминь. В это время отбирает меня очень большой холод. Мурашки бегут, врагу это не нравится, и он пытается меня напугать этим именно. Конечно, хотелось бы сказать людям то, что некоторые из вас думают, вот я буду совершать ночью десять, вымаливать именно десяти младенцев, чем одного. Ибо, ну, как бы спасти хочется побольше. Не то, чем вымолить своих детей свои грехи, а спасти, именно спасти загубленные души, именно тех деток невинных. Можно из своего рода, может, нет. Стали мы спрашивать о поклонах. Отрак Вячеслав ответил через некоторое время. Сам Господь сказал эту отраку Вячеславу о поклонах. Все немощные люди, бабушки, которые очень хотят спасти своих детей, допустим, или делают правила за кого-то из родных и близких, не могут встать на колени и сделать 160 поклонов. Им считается, два поклона там они сделали, это засчитывается им как десять. Но не тем людям, которые здоровые люди, и которые становятся на правила и думают, вот я сделаю столько-то, вот я устал, или тому подобное. Или ссылаюсь на занятость свою. Я занят, я сделаю столько-то поклонов и примут за десять младенцев. Нет, вы ошибаетесь. Это уже лукавство идет от лукавого. Делайте, вы здоровы, если делаете так, как и положено, 160 поклонов. Мы вымаливаем души, спасаем детишек. И то, что мы сделали, эти 160 поклонов, мы должны это сделать. Это правило данной Богородицы. Значит, мы должны это сделать. Те, кто могут это сделать. Остальное, если мы там заняты или что-то у нас там не так, лучше тогда вообще не приступайте к правилам, чем лукавить. Потому что примется ли лукавство это или нет. И хочу рассказать про 50-й псалом и о Иисусовой молитве. Мне позвонили, спросили, что вы читаете, когда 50-й псалом или Иисусову молитву. Когда я начинала читать правила, я только становлюсь на путь. Я первые шаги делаю к Богу. Ну вот так Господом дано, что я сейчас рассказываю вам это. Я поглядела правила и поняла, я не смогу 50-й псалом читать. Я не смогу это сделать физически. И я стала читать Иисусову молитву. Мне было много показано и детям моим. Мы читали Иисусову молитву, что мы спасаем этих деточек. Свои молитвы. Стали спрашивать у меня. И я стала уточнять. У Отрока Вячеслава, ну скажи нам, пожалуйста, открой нам, какой 50-й псалом ли положено читать или Иисусову молитву. Отрок Вячеслав дал ответ практически сразу читать Иисусову молитву. Про 50-й псалом ничего не говорила даже матушка Антония, если посмотреть видео, где она об этом рассказывает. Поэтому, дорогие братья и сестры, вы спасаете деточек. Читайте Иисусову молитву. Больше, во-первых, спасете, не будет уныния и не будут, как некоторые из нас сейчас вот бросают, просто бросают читать из-за 50-го псалома. Хочу сказать о милостыне. Я очень бедная, но небогатый человек. Слава Богу за это. И подавать милостыню я не могу. Купить там крестик кому-то, веревочки. И кому подать, этого не знаю. Я деревенский житель. Поэтому есть что-то у меня, что есть у меня, то я и подаю. Могу подать, там, корову подоело молоко. Могу подать булочку. И просто говорю, возьмите ради Христа за младенца, по которых мы молимся. Нечего такого подавать. Вы тоже можете. Большинство из нас люди небогатые. Мы все перед Богом, слава Богу, равны. Можете подавать, что у вас есть, чему душа лежит. О времени. Значит, я говорила в первом видео, записывали мы отрок вычисал, говорила с часу ночи. Мы стали молиться и просить. Вот стало больше времени дано Господом. Значит, с 23 до 4 утра. За это время небо открытое. Мы можем вымолить 10 младенцев. 10 младенцев вот в это время. Потому что некоторые из нас... Кто-то ложится позже, ему удобнее вымолить в 11. Кто-то, наоборот, встает пораньше, хочет. Или ночью проснуться. Кому как. Кому легче что-то из этого делать. Ну, исполнять правила. Кому как легче. Ну, еще хотела вас попросить, братья и сестры. Я не могу вот этого вот всего передать вам. Что я чувствую по отношению вот к этому правилу Богу. Ну, хотелось бы вам сказать, что вы молитесь и спасайте загубленные души. Они действительно, дедочки, попадают в рай. И очень благодарны вам. Вы не представляете, какую радость они испытывают к вам, эти все младенчики, когда вы вымолите их. После каждого правила, после каждой спасенной души, уже милость Божья больше на нас всех, грешных и окаянных. Мы не достойны его милости. Мы что только не творим. И аборты, и пьянство, и курение. И никто не задумывается. И деремся. Особенно сейчас некоторые из нас, люди, как унижают отрока Вячеслава и его матушку Валентину. Да вы уж лучше назовите не святого святым, чем святого обливаете такой грязью. У меня даже слов нет к этим людям. Вот нету слов, как сказать. То, что вы творите, это очище. Господь отворачивается от вас. Кто хулит Бога. А хулите вы его в лице отрока Вячеслава. Вот тут я не сказала о враге. То, что враг, он, да, люди будут, искушения будут сильны на тех людей, которые, ну, молятся. Будут искушения на них, естественно. Ему не нравится, что мы вымоливаем детей. Как это так? Мы у него забираем то, что он сгубил уже. Как это так? А мы отнимаем, отнимаем каждую молитву от него. Забираем и забираем оттуда этих детей. Конечно, он больше нас ненавидит. С каждым прочтением правил все больше и больше нас ненавидит. Говоря о земных поклонах, мне бы хотелось сказать вот о чем. Когда я только начинала читать правила, я ознакомилась с ним и поняла, что земные поклоны я буду делать с колен, как молился Серафим Саровский. Для себя поставила вот это вот, что буду делать поклоны именно так. Потому что не смогу вставать туда-сюда, как делают многие другие. Не важно, как вы делаете поклоны. Важно то, что обязательно поклон должен быть земной. То ли стоя ли на коленях и молясь, как Серафим Саровский. Или вставая и опускаясь заново, делая земной поклон. Это не имеет значения. Имеет значение то, что поклон должен быть земным. Потому что мы все разные люди. Кому-то трудно делать так. У кого-то устают ноги, стоять на коленках. А у других наоборот. Мы все разные. Поэтому не вводите себя в этом смысле в какие-то рамки поклонов. Не вводите себя в рамки. А Господь, Он примет так, как вы сделаете. Листый поклон был земной. Дочка моя, когда мы любили с ней спать, она очень любит спать со мной. Говорит, мама, у меня душа радуется, когда я спать с тобой ложусь. Так плакала вчера. Говорит, мама, ну почему, говорит, мамы убивают своих деток? Почему они это делают? Ведь их так жалко. У них маленькие ручки и ножки. Зачем они так делают, убивая своих детей? Я не могла успокоить долго свою дочку. Я объяснила ей, что вот ты сегодня вымолила одного ребеночка. Он попал в рай. Она знает это, что он попал в рай. Но тех детей, а их очень много, которых мы не можем вымолить. Чисто физически. Нет у нас такой возможности. Миллионы ведь детей убивают. Она не знает, как спасти. Она от этого так рыдала и плакала. Дорогие женщины, мамы, девочки. Если так вышло, и Господь вам даровал счастье быть матерью, пусть у вас их много, либо первый ребенок, либо шестой и седьмой. Сколько бы не дал вам Бог. Это дар от Бога. И берегите его. Алло. Алло. Галина, можно я тебе задам вопрос? Ты еще раз ответь на него почетче. Скажи, пожалуйста, а вы делаете земные поклоны именно с колен? Да? Колен, как молился Серафим Старовский, да. Я почему это спрашиваю? Ну, потому что у нас есть женщины пожилые, бабушки немощные. Они, например, не могут полностью земной поклон, вот прямо вот так вот стоя, не могут. У них просто у нас, у одной женщины чуть инсульт не случился. Она немощная. Она стала делать земные поклоны. И вот так произошло. И многие делают поклоны именно с колен. Ну, потому что по-другому не могут. Вот у них или давление, или еще что-то, или спина не сгибается. Поэтому этот вопрос очень важный. То есть вы делаете земные поклоны с колен, стоя на коленях. Изначально сразу мы начали делать стоя на коленях. Мы не делали по-другому. Вот встали. Я прочитала, допустим, или девочки прочитают, стоя до поклонов правила. До поклонов. Когда мы начинаем уже поклоны делать, мы встаем на коленях и молимся на коленях. Поклоны совершаем на коленях. Ну вот они меняются друг с другом, допустим. Она одна, допустим, не может с правилами. Одна встает с колен, значит отдыхает, другая становится. Я делаю полностью, встала на колени и молюсь на колени, пока не завершу правила полностью сделать. То есть вы начальные молитвы, вы их читаете стоя. А когда уже начинаются поклоны, вы встаете на коленочки и уже с колен делаете земные поклоны. Да, 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 да. Понятно. Делаем так. Спасибо Господи. И вас спасибо Господу.